Крупный российский туроператор «Пегас» все-таки будет работать в Крыму. Напомним, совсем недавно на совещании в Совмине вице-премьер Руслан Бальбек, ответственный за туристическую отрасль, обвинил министра курортов Елену Юрченко в срыве договорной кампании. Мол, ведомство договорилось лишь о 300 путевках вместо полутора тысяч запланированных. В итоге, работу над ошибками профильного министерства поручили советнику главы республики Сергею Стрельбицкому. О ее первых результатах расскажет Дарья Скобеева. Нашумевшая история с «Пегасом», похоже, получила счастливую развязку. Советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий предпочитает говорить цифрами. Только за неделю удалось определить более 32 тысяч незабронированных койко-мест и 9 тысяч свободных номеров. Потенциальный партнер получил определенные гарантии и ряд интересных бизнес-предложений. Приезжает к нам «Пегас» фирма, которая уже здесь заполнила просто... Они нам, наверное, уже Крыму должны заплатить деньги за рекламу. Вот они приезжают к нам, и вице-премьер Рустем Ахтемович говорит, вот мы сейчас разработали маршрут, паломнический маршрут для мусульман. Он говорит, интересный продукт, дайте нам его. Ну, вы, пожалуйста, забирайте. Я вам гарантирую, через 80, 70 или 80 у них, у него фирм только на Хавказе, они все начнут продавать этот продукт. Помимо «Пегаса» на полуостров могут зайти еще более сотни туроператоров. Здесь уже властимущим помогут местные бизнесмены. Они организовали первый всероссийский съезд турагентств под характерным названием «Хочу в Крым». Директора туристических фирм из 50 городов России уже подтвердили свое участие. Очень важно, чтобы директора почувствовали и точно были уверены в туристических компаниях, что в Крым отправлять своих туристов безопасно, выгодно и интересно. И, соответственно, очень важно, чтобы они прочувствовали на себе, как хорошо отдыхать в Крыму, влюбились в Крым и дальше эту любовь смогли донести до своих менеджеров, а они уже до своих туристов. Каждому директору дадут возможность на себе прочувствовать комфортабельность крымских отелей, многообразие экскурсионных маршрутов и культурных мероприятий. В общем, все то, что может привлечь гостей в Крым, начиная событийным и заканчивая здоровительным туризмом. Сам съезд будет длиться несколько дней – с 18 по 24 апреля. Дарья Скобеева, Игорь Романенков. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok